Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача, как вы все понимаете, необычна. Она, как пишут часто о моих заметках в литературе, как пишут журналисты, она будет пронизана духом мужского шовинизма. Женщинам смотреть можно, но главное, все-таки мы хотим сегодня обратиться ко всем отцам этой страны и попытаться задать им главный вопрос. Ребят, зачем вы нужны возле детей? Что вы там возле этих детей делаете? Как вы думаете, Луиза Васильевна, вы пока единственный представитель прекрасного пола, кого допустили к этой теме. Что вы думаете по этому поводу? Я вспомнила, есть такая песня. Папа может все, что угодно, только мамой не может быть. Кстати, между прочим, есть официальный праздник День Отца. Наших мужчин в плане этого праздника огорчает только то, что он не является общепризнанным выходным. Папа намного больше может, чем мама. Это вопрос совершенно однозначный. Другой вопрос в том, что папа сплошь и рядом не только не знает, что он может, но даже не задает вопросы доктору, хотя бы детскому, как быть. И ситуация, когда на прием к детскому врачу придет папа задавать вопросы, ну она практически уникальна. Нет, иногда она его с собой приволокет. Такое бывает. Но чтобы он пришел сам, ситуация уникальна. Поэтому сегодня мы имеем многократно более уникальную ситуацию. Мы имеем огромное количество пап на приеме у доктора. Правда, Луина Васильевна? Да, наверное, футбола нет или хоккей, поэтому они здесь все собрались. Ну мы так... Вот. Я думаю, что можно посмотреть. К вам на прием пришли вообще два уникальных человека. Сразу два папы. Два папы. Это вообще уникальная ситуация. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Меня, собственно говоря, ребята, в нашем мужском разговоре... Ничего не интересует. Интересует следующая позиция, с которой я предлагаю вот просто эту сценку себе представить. Давай. Она классическая в рамках отечественной ментальности. Два человека, мальчик и девочка, сделали третьего. И вот они забрали его из роддома. Пришли домой, склонились над этой кроваткой и смотрят на него. При этом ситуация развивается следующим образом. В большинстве случаев ни он, ни она ничего не знают о том, что надо делать дальше. Но она думает, что она знает. Знает лучше, я бы так сказал. Ну, может быть, в принципе, знает. В этой ситуации должен быть. Дальше. Что... А он уже вот тут начинается... Что делает он в этой ситуации? Когда... Ну что делает вообще мужчина, когда он не знает? Он говорит, то делайте, что хотите. Правильно? Да. Ситуация имеет место? Имеет. Что происходит дальше? Дальше он занимает очень выгодную позицию. То есть она на диване или она просто в стороне, это не принципиально. Но как бы события не развивались потом, он говорит, довела, а я предупреждал. Ну, это когда что? Это когда ребенок... Заболел. Уписался, ухакался, плохо себя ведет, обозвал папу нехорошим словом. Понимаете? Виновата она, потому что она правильно или неправильно его воспитывала. А обратную ситуацию не рассматривали? Обратную ситуацию я еще не видел. Я хотел бы привлечь, сделать все для того, чтобы мужчин привлечь к детям. Вот на уровне принятия решений. Хотя бы потому, что в принятии решения возможны логика, здравый смысл, эмоции, сопли и так далее. Да? Инстинкты. И очень часто, когда женщина приходит с ребенком, с роддома, вся в гормональной перестройке, вся уставшая, когда стоять больно, лежать не в маату, грудь болит, он орет. Папа нет рядом. Тут же расходы увеличились, редко надо вообще работать. И она принимает решения. А решения эти продиктованы страхом за его жизнь. А главное проявление этого, заботы, это, чтобы не умер с голоду и не замерз. А потом мы же это все расхлебываем. Эту, эту любовь. Да? Но, тем не менее, мы не можем прийти с работы и стукнуть кулаком, и сказать, что так нельзя. Давай я решу. Давай я скажу. Когда надо что-то решать. Почему? Кстати, обратите внимание. Приобретая автомобиль. Давай. У тебя есть автомобиль. У тебя есть автомобиль. Да. Ты однозначно думал о том, во что тебе обойдется сервис этого автомобиля. Ну, кто будет вообще его обслуживать? Ну, понятно. Ну, как правильно. Понимаете, о чем идет речь? А когда ты заводил ребенка, тебя сильно волновала тема сервиса ребенка? Волновала, конечно. Я могу рассказать. Я отношусь к осмысленному. Я не могу так говорить, как о вещи ребенке, да? Но очень осмысленному заведению ребенка. То есть к планированию. Абсолютно. Я очень хотел ребенка, поэтому мы с моей женой, кроме того, что мы любили друг друга, мы решили жениться, да? Пусть консервативно это нам навязанные правила, но я считаю, что они правильные, что ребенок должен появиться уже в семье. Мне кажется, это все не случайно придумано годами. Поэтому я, будучи достаточно взрослым человеком в 26 лет, да, мы решили завести ребенка. Поэтому, естественно, к тому, какой будет сервис у этого ребенка, естественно, мы думали. Мы не могли предоставить нашему ребенку дом и кучу нянечек, но мы предполагали собственную квартиру и нахождение вокруг ребенка бабушек и дедушек. То есть это абсолютно осмысленные были шаги. Это даже немножечко, знаете, страшно, потому что мы из, я считаю, романтических таких натур должны были столкнуться с той действительностью, в которой мы все живем. С одной стороны, это страшно планировать жизнь. А с другой стороны, заводя ребенка, это правильно. Это кажется, что... Потому что, да, это потому что я почувствовал такой груз приятный, но груз ответственности. Замечательно. Эти ответственности меня повсюду окружают. Садик. У меня нет времени действительно, нет времени отвозить всегда ребенка в садик. Действительно, жена. Забирать ребенка. Действительно. Но в вопросе принятия решения, в каком садике, где окружение, какие дети, какие там преподаватели, что очень важно. Я принимал какое, да? Моя жена, будучи настоящей хорошей мамой, объездила 25 садиков и сказала, вот эти четыре хорошие. И вот в эти четыре я пошел. Ну, то есть, нельзя сказать, что в силу того, что у меня нет времени, я вообще не занимаюсь ребенком. То есть, я просчитываю какие-то вещи. Володь, теперь давай я объясню еще раз, в чем стоит, собственно говоря, вот наша задача. Не на что ответил. Вопрос. Ты сказал, что ты, как отец, как лидер семьи, клана, своей стаи. Своей стаи из трех волков. То есть, ты как вожак стаи определяешь дорогу, по которой эта стая идет на водопой, скажем так, условно. Это замечательно. Передо мной стоит задача другая. Соопределяешься. Соопределяешься. Хорошо. Потому что ты советуешься с другими, менее значимыми, с лидерами стаи. Замечательно. С волчицей. Она значима. Вы что? Я, собственно говоря, что произошло только что? Я сказал, что, ребята, ситуация печальная. В этой стране мужики видят свой долг в том, чтобы после выполнения биологической задачи, полностью отойти от выполнения социальных функций. После чего, после чего, один из присутствующих возмутился и в течение пяти минут рассказывал нам с тобой, слышишь, о том, что он классный пацан, и он решает социальные функции нормально. И мы рады. Ну, в общем-то, да. Мы готовы ему аплодировать. Он нормальный хлопец. Что же вы держите себя в руках? Женя, ну давай похлопаем. Спасибо. Итак, мы выяснили, что Зеленский пацан правильный. Нормальный. Правильно, да, правильно. Но нам надо бы опыт Зеленского перенести в массы. Мы должны довести до сведения всех мужиков главное, что, ребята, если вы думаете, что она лучше вас знает, как помочь ребенку при РЗ, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что она лучше вас знает. Мы не говорим о том, что она не знает. Но то, что она знает, примерно равно тому, что знаете вы. И вы не имеете морального права перед вашим ребенком, перед ней, бросить их на решение вот этих грабальных проблем, что купить, где учиться, это должны решать вы вместе. Вместе. И поэтому это наш долг мужской. Да. Не оставлять их один на один. А теперь кашевой. Да. А что ты отмалчиваешься вообще? Мне интересно послушать умных людей. Женя, ну скромно. Ну что ж, рядом выбор детского сада осуществляется не так, как Вова рассказывал. Он говорит, сколько стоит этот детский сад? Это меня устраивает этот. На. Иди, отводи. До свидания. И точно так же, сколько стоит визит в эту поликлинику и в эту? А я заработал на эту. На, иди, делай с ним что хочешь. Так вот это и называется. Это не папство. Это безответственность. Это попытка откупиться от решения своего, ну, самого главного долга в жизни. От того, что за вас не сделает никто. Ибо ответственность за этого ребенка лежит на вас точно так же, как на ней. Но стратегическое планирование не каждому дано. И оставлять женщину один на один со стратегическим планированием? Примеры вы знаете. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. И подписывайтесь на наш канал в ютубе. Спасибо. 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 Спасибо.